Всем привет! Ну что, послушалась я совета всех своих подписчиков, посмотрела прогноз погоды, поняла, что сегодня последний теплый день, потом будет достаточно прохладно, и выбрались мы сегодня в какой-то парк. Я потом сброшу... Ну, я потом в конце видео вставлю название, потому что, честно, не знаю, а телефон уже садится. По-моему, какой-то городской парк. В общем, суть. Карантин, да? Сейчас Виталик вам сделает проводочку, покажет, сколько здесь народу. Я стараюсь все-таки все равно оставаться в маске. Так. Но придя, в общем, сейчас расположившись на какой-нибудь полянке, я, наверное, ее все-таки сниму. Народу очень много сегодня, воскресенье, и я уже видела даже очень многих людей, которые купаются. И я очень... И, в общем, я иду и думаю, блин, что же я-то не взяла купальник с собой? И идем мы и видим вот эту надпись. Вы только посмотрите. Ну, я не могу понять, в чем суть. То ли здесь водятся крокодилы, то ли что. Ну, в общем, лезть в воду я сто процентов не буду. Мы еще не дошли до места, мы еще не расположились. Слава уже убежала, Слава разулась. Бегает босиком. Дети счастливы, дети довольны. Покажу вам обязательно, что здесь есть. Ну, народу тьма. Честно, народу тьма. И я не ожидала, на самом деле, что будет так много. Я думала, что будет. Ну, будут люди, но не так много. Смотрите, какие классные... Я даже забыла. А, гамак. Какой классный гамак. Ой, реально у меня сейчас будет загар по маску. Поэтому я и сняла. Ромка, ну как тебе? Смотрите, в какой рубашке, Ромка. И шорта. В общем, сейчас расскажу историю этого костюма. Этот костюм моя мама покупала моему брату, когда он только родился. Ну, на минуточку ему 25. И костюм в идеальном состоянии, потому что его практически не носили. Мне он кажется немного старомодным, но Роман реально в него влюбился и очень часто его носит. Так что вот так. Еще, получается, смотрю, здесь очень много таких вот общественных гамаков. Много разных вот таких вот подвесных лежаков, мест всяких разных. И что я заметил за последнее время, в Кракове очень много разных деревьев. То есть вообще абсолютно разные. Есть и березы, и липы, и тополя, и... В общем, короче, все... Да, мы видели каштаны цвели, да? Мы в Кракове, то есть уже цветут каштаны. Прям в деревьях вот деревья... Смора шикарно. Да, деревья в разных вот прям огромное множество, причем разных. А магнолии? Ну, ты забыла упомянуть магнолии, которые цветут, и их цветение, то есть мы быстро будем катать. Их вообще цвет просто поражает. Они абсолютно разные. Желтые, розовые, ну, реально классные. В общем, вон там вот, сейчас, я не знаю, видно, не видно, вот он. В общем, он решил рискнуть. И, если честно, я вот, я даже не боюсь заходить по щиколотку, потому что вода ледяная. Но на берегу безумно жарко, все лежат, загорают, очень многие уже лежат загоревшие. А у ребят теплая водичка, я не вижу сейчас вообще солнце. Ну что, вода нормальная. Класс. Не верьте, вода просто ледяная. Вообще ледяная. Нет, мам, не ледяная. Но при этом купаются много, причем очень много деток купаются, прям вообще малюсеньких. Мои заходят примерно по колено, но очень холодно. Ну что хочется сказать вообще сегодня. Масочный режим. Ну, да, наверное, мы нарушаем, но... Да как нарушаем? В принципе, все без масок. Все абсолютно без масок. Говорят, что летом на этом пляже яблоку негде упасть. Сейчас, конечно, есть свободные места, но их реально мало. Потому что народу, ну, сказать, что их много, это реально ничего не сказать. Народу крайне много. Все на велосипедах, все с колясками, кто на самокатах. То есть, ну... Кстати, вот такая вот еще интересная заметочка. Здесь еще, ну, казалось бы, парк, пляж рядом, но есть вот жилые дома здесь, детская площадка. То есть, еще как бы здесь параллельно, кроме того, что это парк, еще и жилые дома есть. Да, очень много парусников, но сейчас они все... Ветер немного утих, и их стало меньше. Там всего, по-моему, два плавает. Сейчас вам покажу. Вот они там два. Очень много парковок для велосипедов, потому что приехало очень много народу на велосипедах. Открыты всевозможные кафешечки. Хотя сегодня, естественно, воскресенье, но людей много. Кто с собой что-то привез? Пиццу, канапки. Кто-то здесь много покупает. Нам говорили, что летом очень много по городу открыто прокатов для велосипедов, получается. То есть, прокаты самокатов, ну, вот просто отдельные самокаты стоящие. Мы уже видели. Мы уже видели. А вот именно прям прокаты велосипедов пока еще не видели. Не знаю, то есть, они вообще когда открываются. То есть, будут в этом году открыты, не будут, потому что, может быть, такое мы уже думали. Может, они рассчитаны как на туристов. Ну да, так как сейчас не совсем сезон туристический. Вот, в общем, очень многие с музыкой, с покрывалами сидят. Ну, то есть, реально выходной день. Причем, это еще карантин, да? Ну да. Очередь. А вот, кстати, вот мы подходим, получается, к будочке. Я не знаю, что здесь продается. А, мороженое. Продается мороженое. И очередь есть, но все вроде как пытаются соблюдать дистанцию. Ну вот, вот как-то так это выглядит. Есть детские площадки, но они еще закрыты. И, ну, никто не нарушает. То есть, по факту сказали, что они должны быть закрыты. Ну и, как бы, они закрыты. Все просто гуляют на траве. Леса и парки открыты, правильно? Да. Поэтому, как бы, в парках все и гуляют. Угу. Ну, людей очень много прям. Реально много. Ну, я очень добуду, что мы выбрались. Кстати, а ты не помнишь, в каком этапе открываются... Ну вот. Фрезерство и эти. Как они... Турники. А, спортивные площадки. Спортивные площадки. Кстати, нет, не знаю. Мне вчера сказали, что реставрации открываются 18-го. Поэтому я очень довольна. Я как раз слежу очень активно за этим. А, еще мне вчера посоветовали рассмотреть вариант с помощником-воспитателем. Вот. Потому что сейчас, как бы, во-первых, их нужно больше. Потому что не все, конечно, в школьной желобке открыты. А если открыты, то... Нужны дополнительные руки. Да, поэтому я завтра, в понедельник, наверное, буду искать какие-то новые объявления. Я эту графу... То есть, этот вариант вообще не рассматривала. А вот мне так... Ну, подсказали. И я подумала, что да, почему бы не рассмотреть. Ну, в любом случае, скажем так, пока ты еще не вышла на работу, пока ты не устроилась, любые варианты, какие возможные, все равно нужно еще рассматривать. А, и еще, по поводу мангалов и шашлыков. Сегодня уже многие видели, вот даже в этом парке они приходят, люди со своими мангалами и разводят. Я не знаю, насколько это законно. Я слышала, что нельзя. Но вот в этом парке очень многие, вон даже люди... Да, кстати, напишите, то есть можно вот так вот со своим мангалом приходить куда-нибудь на пляж, к примеру, и готовить, получается, либо шашлык, либо картошку в фольге, я видел, делают. Ну, вот, все равно разводится костер. Кстати, патрульные машины пару раз приезжали, постояли, посмотрели и уехали. Посмотрели всех, пофотографировали, потом по почте будут отправлять штрафы. Да, нет, это шутка, конечно, но штрафовать за масочный режим нереально, потому что все. Причем, если в начале, когда мы пришли, только было где-то процентов 50 на 50, 50 в масках, 50 без масок, то сейчас намного меньше. В основном, получается, у входа в парк, ну, у входа, у выхода, и когда люди только приходят, еще они еще в масках, а потом снимают, и как бы, и все. Ну, да. Ладненько, пошли мы строить замки из песка. Курлевский замок построен. Да, в Авернике. Часа два назад приезжала машина патрульная, вот, но она уехала. Вот, сейчас я вам покажу ее, и не знаю, видно будет, не видно. Сейчас, где она? Где она? Вот она. А сейчас приехал уже автобус, вот непонятно, то ли они приехали разгонять всех. Или что? Они очень долго сидели в машине, а сейчас повыходили из машины. А мы уже дома, и как вы видите, мы все красненькие, прекрасненькие. Загоревшие, уставшие. Нет, мы не загоревшие, мы сгоревшие. У меня прям, это ужас какой-то, я сейчас вам покажу. А сметаны у нас дома нет, мазаться нечем. Только майонез. Есть майонез, поэтому и не будем мазаться. Ну, в общем, как вы поняли, мы очень мало снимали. Почему? Потому что было очень жаркое солнце, и дети реально соскучились по улице, соскучились по такому активному отдыху. И это была вот как басня у Крылова «Лебедь, рак и щука». Они разбегались в разные стороны, и поэтому нам приходилось... А нас-то только двое, и нам приходилось ловить всех. Кто-то побежал в одну, кто-то в другую, там третий гладит собачку. В общем, хотели бы рассказать про патрули, которые были все-таки в этот день на пляже. Я показывала, что вначале приехала... Ну, не показывала, в общем, суть. Сначала приехала маленькая машина. Обычная локовушка, да. Уехала. То есть просто постояла, даже никто из нее не выходил, и уехала. Потом приехал такой микроавтобус уже. Ну, очень плохо. Маленькая машина тоже. То есть, по-моему, та же машина была легковая. И еще микроавтобус приехал полицейский. Вот. Они постояли-постояли. Я как бы выключила камеру и смотрю, получается, из нее вышли двое. Парень с девушкой. И начали ходить по пляжу, делать замечания тем, кто без маски. Пока мы наблюдали за этой картиной, мы буквально это там 2-3 минуты, мы поворачиваемся, и вокруг нас все сидят в масках. Знаете, вот как, так, хап, по щелчку. Мы пропустили этот момент. Да. Мы сразу, как только увидели патрульную машину, надели маску. В общем, абсолютно все были в масках. Рядом с нами, ну, относительно рядом, там, в метрах 50 сидел парень, который жевал чего-то, какой-то там бутерброд. К нему подошли, начали ему объяснять, что, почему, в общем, у нас... А, и еще громкоговорители говорили, типа, будьте там сознательны, у нас эпидемия, ну, то есть мы в состоянии эпидемии, да, и, пожалуйста, в общем, закрывайте нос и рот, все. То есть носите масочный режим. Да, придерживайтесь правил. Только масочный режим, все остальное, как мы так понимаем, делать можно. Да, и, по-моему, они никого в этот день не штрафовали, то есть они просто ходили... Делали замечания. Делали замечания, объясняли. Просили одеть маску. Вот, и паренек им объяснил, объяснял, что я сижу, я сижу, ем. Ну, в общем, они постояли, поболтали и, как бы, патруль ушел. Вот, что еще интересного в этот день вообще, на самом деле, парк нам очень понравился, и дети вообще в восторге, кричат, давайте сюда ездить каждые выходные. Говорят, давайте завтра, почему мы приехали без купальников. Но погода, ну, если верить прогнозу, сейчас портится, поэтому, ну, место классное. Ну, в общем, мы всего не смогли вам показать, поэтому решили уже дома дорассказать, что там есть. Там есть прокат катамаранов, правопарусные вот эти штуки, мы не знаем. Прокат катамаранов, по-моему, 20 злотых один час. Да, и Слава прям вот, прям выпрашивала, я говорю, Славочка, ну, буквально вот в следующие выходные обязательно, как бы, не готовились, да, к этому, к такому, что будет что-то работать. Что еще? Можно сходить порыбачить, потому что видели, ну, приличное количество рыбаков. Ну, не знаю, насколько есть ли там прокат снастей. А, и когда мы уходили, я даже видел один рыбак, как раз вытаскивал рыбу, ну, я называю такую рыбу, это кошачья радость. Кошкина радость. Да, это вот такая вот рыба размером с палец. Ну, все равно, видимо, это просто чисто вот такой спортивный интерес, насколько рыбалка. Просто отдых, то есть выбраться вот так вот на рыбалку, посидеть, отдохнуть. Нам очень понравилось. И еще плюс большой в том, что там дорожки асфальтированные такие, то есть на них очень удобно кататься на роликах. Очень много роллеров, очень много велосипедистов. И движение реально сумасшедшее, хотя это был день карантина. Я представляю, что там творится тогда, когда можно прям вообще спокойно ходить и гулять. Добраться на общественном транспорте тоже можно спокойно. Но, так как это было воскресенье, воскресный день, это выходной день, от нашей остановки, ну, почти от нашей, грубо говоря, с нашего края, да, идет туда только один трамвай, это 11-й. Дальше можно на перекладных, и так как это было воскресенье, и все-таки мы еще находимся в таком непонятном состоянии, да, вот Краков, ограничили немножко трамвайное сообщение в плане в 6 часов вечера был последний трамвай, ну, то есть из этого парка, грубо говоря. Поэтому назад мы добирались уже на трамвае и потом на автобусе далее. Да, пришлось ждать достаточно долго. Ну, а в принципе, на трамвае мы вот как приехали туда, от остановки, ну, немножечко меньше, чем километр, по-моему. Да. Порядка 800 метров до самого парка. Вот, а от нашего дома, то есть до этого парка, да, сколько, где-то 30 минут на трамвай. Поэтому, в принципе, такой отличный вариант провести время достаточно близко и удобно. Ну, в общем, вообще супер, мне очень понравилось. Но мы не будем останавливаться, мы продолжаем искать еще интересные... Ну, однозначно, поскольку можно уже выходить, можно отдыхать на улице, поэтому все, наши выходные дома закончились. Наконец-то, сидеть дома. Мы уже не знали, чем дома заняться, то есть изощрялись, как могли. Уже и дети придумывали, чем бы заняться. Ну, в общем, все, хватит с нас домашних посиделок. Мы сейчас пойдем смотреть какой-то мультик, дети уже что-то нашли. Хотя, на самом деле, мне кажется, сейчас только что-то включим, и они, и батарейки у них сядут. Потому что время уже, время уже 10, и они реально уставшие. Мы уставшие, я бы с удовольствием сейчас легла бы спать. Но еще нужно будет пройти очередной урок по польскому и, естественно, смонтировать для вас. Кстати, и да, я пока ехал домой, мне в ВКонтакте пришло сообщение, что я могу пройти недельный курс польского онлайн. То есть, там 7 бесплатных уроков будет. И пообещали, что как только я пройду эти 7 бесплатных уроков, я уже буду разговаривать по-польски, вот прям как поляк. Поэтому через неделю я открываю второй канал, где я буду разговаривать исключительно на польском. Это шутка. В смысле? Ну, там реально пообещали? Не бывает такое. То есть, изучение языка – это длительный процесс. И нужно всегда совершать. Там было написано. Там же пообещали, да? Конечно, как можно не верить. Все, ребят, всем спокойной ночи. До завтра. Увидимся завтра. Всем пока-пока.